привет тебе и мне снова нужна твоя помощь в покупке молока да вы просили меня поиграть в эту игру? нет вы умоляли поиграть в эту игру? дай её хорошо если вы так хотите мы поиграем в эту игру кстати кстати хотела бы у вас спросить я в последнее время помешалась на таких толстовках но их нет в нормальных магазинах может быть вы знаете где они есть потому что эту я заказывала на Wildberries и она выглядит немного в стиле бомжика а мне бы хотелось купить такую нормального качества хотя это тоже нормального качества но она не супер круто выглядит конечно можно пройтись до магазина но там в более приличное место в такое не пойдешь хотя я не хожу никуда но не суть она тут на молнии но не до конца у нее стоячий воротник и она на талии затягивается шнурком тут она свободная а на талии затягивается ну короче может быть вы знаете где такие продаются вот я очень ищу вообще я ищу пару заказала на Али но думаю на Али это будет ужас в плане качества так она мне напоминает немного 90 что ли блин мне так нравится ля наушник вылетел давайте играть 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 мне не терпится надеюсь вам тоже еще так ждали да давайте все погнали быстро быстро выбираем язык кстати 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 я купила знаете что? знаете что? безшумную мышку да спасибо Константин я купила безшумную мышку и вы не будете слышать больше звука мышки возможно вам нравился звук мышки возможно нет русский вы слышали? смотри как она щелкает очень тихо хорошо 46 47 48 49 50 романтика грустной России хотя это не Россия магазин скоро закрывается молоко такая тревожная музыка это мы стоим в очереди за молоко мы приготовили деньги здрасте можно? я куплю молоко я куплю молоко идем домой я думаю это нам показывают предыдущую часть это не займет много времени что ты видишь что ты видишь? ты уверен? ты уверен? так или иначе это подъезд а это будет тус не надо это не правда у тебя зеленая стена one love Après мама что значит продолжить? что значит продолжить? я же не играла в эту игру давайте новая игра я иду в свою комнату, стараясь не смотреть по сторонам мы будем помогать этой девочке выбраться из депрессии вокруг меня то и дело пляшут озорные тени стремительными рывками перемещаются они по стенам по потолку одна из таких теней и криво проносится мимо слегка коснувшись моего лица я улыбаюсь и продолжаю идти, не обращая особого внимания порой так легко потерять самообладание и загружиться в весёлом танце счёт времени теряется вовсе мне совершенно некогда мама сказала идти спать я иду в свою комнату мимо кухни даже сквозь запертую дверь оттуда веет могильным холодом первая же мысль у двери прислонившись сидит мертвец и дует в замочную скважину издевательно посмеиваясь какая же ерунда я точно знаю, что мертвецов на нашей кухне нет я точно знаю, что никаких мертвецов на нашей кухне нет и никогда не было я абсолютно точно уверена, что я бегу из туалета в кровать ночью сорвавшись с места я со всех ног бегу к запертой двери тень этот час принимается плясать в пятеро хаотичней пытаются ли они меня отговорить или успокоить я не знаю сейчас это совсем не имеет значения вы что не понимаете? я размахиваю руками так я пытаюсь отгнать назойливых преследователей и внезапно понимаю что никак не успеваю затормозить выбора нет придется выбивать дверь если внутри кто-то есть я точно напугаю его до полусмерти хотя постойте если напугать мертвеца до полусмерти не значит ли это, что он станет пол живым? нет, нет, так не пойдет что же мне делать? мысль не успела полностью подумать как я впечаталась плечом в дверь отчего та распахнулась настежь мертвеца внутри как и ожидалось нет зато есть купленный мной сегодня пакет молока он стоит в центре стола и смотрит на меня не мигающими глазами я смотрю на него в ответ ничего не происходит впрочем, чего я вообще жду? благодарности но разве я сделала что-то чтобы заслужить ее? не думаю, что пакет молока очень важно где находится? на полке магазина или посреди стола на маминой кухне? с другой стороны никто не станет пить молоко прямо в магазине выходит я забрала пакет из самого безопасного места в пугающую для него неизвестность прости молоко стыдливо отвернувшись я спешу выйти из кухни да от меня от не беды я иду в свою комнату по узкому коридору у дверей мне встречается знакомое безформенное существо вцепившись в меня оно принимается обнюхивать каждый сантиметр моего тела словно голодная птица я не сопротивляюсь знаю ведь что это бессмысленно лишь молча терплю пока оно крепко держит не давая пошевелиться обнюхав меня с ног до головы существо протягивает уродливые лапы обнажая один единственный кокоть тонкий и острый словно лезвие снова я вопросительно смотрю прямо в пистонные глазницы читающе не шевелись существо сильно сжимает мою руку пока они проступают в вены я продолжаю смотреть в черные провалы глаз игнорируя вьяку боль я ведь столько раз обещала стой смирно в тот же миг кокоть вонсается мне в руку я почти ничего не чувствую разве что едва ощутимое шевеление под кожей и зло натянутых сухожилий и зло натянутых сухожилий и зло натянутых сухожилий кокоть впрызгивает свой яд больно перед глазами мне проступает белизная пелена пальцы зодорожные сжимаются и разжимаются я начинаю терять контроль над своим телом и медленно сползаю на пол совсем как в прошлый раз однако же почему? почему так жарко? чувствую как медленно закипает кровь сильнейшая дрожь пробегает по телу парализуя каждую клеточку пока мои вены и артерии разгаляются едва выдерживая натиск я пытаюсь кричать но вместо слов изрыгаю густую молочную пену заметив это существо в ярости бросается на меня и хватает за горло не выпуская отравленного когтя из моей руки убей меня убей меня суждаю астерический вопль разносится по коридору существо в порыве безумия принимает зацарапать мне шею во все стороны летят яркие брызги звонко ударяюсь о стены я стараюсь отпечатать в памяти куда упала каждая капелька чтобы потом собрать их все до единой не забыть главное не забыть новая волна боли захлестнула меня все вмиг погасло повторяй я никогда не буду пить молоко не повторяй я никогда не буду пить молоко повторяй я никогда не буду пить молоко 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 я наконец-то добралась до своей комнаты мне надоела вся ата суета хорошо, что в любимой комнате я чувствую себя уютно и тепло даже странные звуки из-за двери ни капли меня не тревожат мама сказала мне идти спать так что я должна совершить все необходимые приготовления я умылась и теперь стою у зеркала зубной щёткой во рту я смотрю на свое отражение не изъявляющее ни малейшего желания ложиться в кровати да, понимаю тебя но когда-то моим любимым временем дня были последние минуты перед сном момент ожидания того, как реальность неизбежно столкнется с миром сновидений когда-то был моим любимым моментом я не знаю, вы любите засыпать? я ненавижу! я ненавижу засыпать! за ума замечательно надо просто лечь и вырубиться какие минуты перед сном? нет я просыпалась только ради этого проживала целый день ради этого моей заветной мечтой было спать целый день как было бы здорово однако сны медленно но верно ускользали словно кто-то вытаскивал их прямо из головы один за одним один за одним пока не осталось совсем ничего и вот я снова должна ложиться спать хоть я не чувствую в этом нужды сколько таблеток? я закончил вводные процедуры я привычно протягиваю руку к своим лекарствам забавно но я понятия не имею как они действуют по отдельности я всегда прокладывала их сразу не задумываясь сейчас мне захотелось рассмотреть их ближе повертеть в пальцы попробовать на зубы что угодно лишь бы подольше потянуть время на меня смотрит гладкая и вытянутая капсула красного цвета снаружи она покрыта мутной полупрозрачной плёнкой но рассмотреть её содержимое всё же возможно что же у тебя внутри? слегка надавив на капсулу забей их сторон я с удивлением обнаруживаю что она очень мягкая и податливая сдавливаю ещё капсула лопается наружу утекает липкая ярко-красная жидкость мерзость таблетка отправляется прямо в мусорный бак я принимаюсь тщательно отмывать руки пить это я наотрезно отказываюсь следующее на очереди плоская таблетка такого же кроваво-красного цвета на ней к тому же отпечатаны какие-то буквы ага я поняла это тот сам препарат от которого шутко клонят в сон но это не тот сон совсем не тот не настоящий фальшивый нет 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 даже видеть это не желаю след за первой эта таблетка отправляется в мусор следующие полчаса проходят примерно так я рассматриваю таблетки со всех сторон и для каждой нахожу причину ни в коем случае её не пить вместо этого я придумываю свои собственные лекарства и с удовольствием принимаю их одно задним я все целые отдаваюсь их целительным эффектам горло больше не болит рука больше не болит голова больше не болит сердце больше не болит живот больше не болит глаза больше не болят и как я раньше не додумалась это же так просто надо срочно кому-нибудь похвастаться но только не маме она будет ругаться она уверена, что я уже сплю не буду тревожить её придумаю что-нибудь сама мне хочется поболтать кто же будет моим собеседником? может быть я? точнее мы эй привет давно не виделись? ты в курсе, что нам запрещено видеться? чаще одного раза в сутки что за угрюмая интонация? я читала инструкцию судя по картинкам побочные эффекты при передозировке стандартная головная боль тошнота усталость ничего такого с чем я бы не справилась своими силами теперь я знаю как это сделать что это сделать? ты не ответила? неужели ты даже капельку не рада? даже совсем чуть-чуть я порядком вымоталась за сегодня впрочем, как и ты не правда тебе нужно ложиться спать нет ты сегодня достаточно мной командовала теперь моя очередь значит так я просто буду молчать пока не закончится действие лекарства как тебе такое? ну так ведь нельзя ты должна делать все для того, чтобы я чувствовала себя лучше именно это я и делаю но чего же противно? впрочем чего-то я переживаю на самом деле ты мне вовсе не нужна совсем я полна сил и чувствую себя прекрасно значит мне все нипочем а ты ты можешь только смотреть и кусать локти от своей бесполезности могу представить как ты сейчас злишься да я прямо вне себя и кстати бесполезно здесь только ты и жалко вдобавок а в смысле? я не хочу это нажимать даже не пытайся испортить мне настроение пока мы вместе я хочу веселиться ясно? значит теперь ты диктуешь условия да посмотрим надолго ли тебя хватит вот и посмотрим я мне и правда настолько жалко не молчи я чувствую как слезы стекают по щекам затерживаются на подбородке затем падают на мою одежду прожигая в ней дыры не долго ты продержалась что ж ожидаемо я хотя бы попыталась заходи ты умойся потом решим что с тобой делать только что умывалась после слез умыться и вновь я у зеркала неотрывно смотрю на саму себя пытаясь не отвлекаться на насмешливые взгляды стен не вслушиваться в их мерзкие хигни вот и мое собственное отражение криво улыбается скалит на меня зубы да просто посмотри на свои сиськи и настроение поднимется я всегда так делаю я зажмуриваюсь но это не помогает даже провалить под землю не помогло бы я принимаю считать в уме числа 2 в квадрате 2х2 в квадрате квадрат в квадрате квадрат в пирамиде пирамидная структура в губе пирамидная структура в губе в клубе помогло правда голова теперь раскалывается как ты себя чувствуешь? издеваешься? я обязана спрашивать тебя об этом пару раз за сеанс сеанс значит мне нравится слово всё в порядке нет, не в порядке почему-то я подумала, что смогу всё взять в свои руки я была почти готова была уверена, что смогу изменить хоть что-нибудь ведь получилось же купить молоко, понимаешь? ты знала, каким это было испытание и поэтому ты выбросила лекарство глупое решение, да? это твоё решение, каким бы оно ни было разве это имеет значение? как ты считаешь? я ни в чём не уверена и ты всё равно не воспринимаешь меня всерьёз тогда почему ты это сделала? мне казалось, что я справлюсь своими силами действительно в тот момент боль ненадолго отступила однако сейчас я чувствую её с утроенной силой мне так больно ты знаешь, как нужно поступить я запрещенным видом протягиваю руку к полке с лекарствами глотаю таблетки одну за другой отгоняя неприятные образы то и дело всплывающее в памяти и всё же перед глазами стоит шутка картина камни густой крови в прозрачной оболочке спускаются вниз по пищеводу царапая его нежные стенки оставляя обороты я силой встряхиваю головой пусть кружится, пусть болит лишь бы не думать об этой мерзости и всё-таки ты осталась при своём что ты имеешь в виду? ты боишься остаться одна и это беспокоит тебя гораздо больше чем боль да, наверное я подбрасываю последнюю таблетку воздух и ловлю её рту я ложусь на пол смотрю в потолок оттуда сверху отчётливо слышен бег воды по металлическим трубам слышен треск бетонных плит что когда-нибудь обрушится мне на голову однако я совсем этого не боюсь сложно представить, что смерть поджитает меня наверху скорее она тянет когтистые лапы откуда-то снизу дожидаюсь, пока я потеряю бдительность я случайно нажала хочешь поболтать? нет хватит с меня болтовни и что? тогда чего ты хочешь? просто немного полежать можем что-нибудь нажимать? нет если потолок обрушится то это произойдёт не сегодня прошу помолчи мне нужно привести мысль в порядок я аккуратно извлекаю сформировавшиеся мысли из головы и располагаю ровными рядами на потолке теперь они выполняют роль пробковой доски в надежде собрать целую картину я переставляю их местами складываю в ступки беспорядочно раскидываю в конечном итоге я раздражённо смахиваю их прочь движением руки и начинаю заново не выходит знаешь выражение таракана в голове? вот и представь будут твои мысли это тараканы что? ненавижу тараканов можно это будут светлячки? хотя светлячки тоже такие как хочешь вот вдалеке светлячки прикольные но если поймать их такое не успеваю я моркнуть глазом как мысли а теперь светлячки принимаются кружи по потолку самостоятельно складываясь впрочудливые узоры мне остается лишь наблюдать за этим и ловить подходящий момент только вот он всё никак не наступает слушая издевательские шелест маленьких крыльев под потолком я начинаю терять терпение с меня хватит ненавижу вас вскочив на ноги я кричу что есть силы светлячки в страхе разлетаются кто куда молодец а теперь начинай заново я не знаю что есть уравновешенность уравновешенность тебя не красит я хотела и тебя не тревожит я должна и тебя не тревожит да и что прикажешь делать не знаю тебе решать ты опять застарая о чем это ты не важно и вообще я передумала пожалуйста больше не молчи так долго мне не обойтись без твоей помощи хорошо я вновь поднимаю глаза к потолку к сожалению все мои светлячки куда-то спрятались их надо найти забудь о них и ложись спать нет если я уже о чем-то задумалась мне нужно обязательно задумать эту мысль до конца иначе я бегло глядываю комнату слишком много мест где может спрятаться такое маленькое существо как светлячок они могут быть где угодно внезапно раздается оглушающий грохот часы показали полночь уже так поздно я не могу сейчас пойти спать ты поможешь мне? пожалуйста скажи что поможешь ну не издевайся ты обещала со мной говорить о чем ты думала тогда на полу? что ты имеешь в виду? ты как никто другой должна это знать в том и дело что я понятия не имею это странно ты расскажешь мне я это что попьет? я загадываю рукава и принимаю с ней из того терять глаза они чешутся почему ты плачешь? глаза чешутся ты выпила молоко интересно если оторвать все ресницы одну за другой глаза перестанут чесаться интересно а если оторвать соответ Tokyo все ресницы одну за другой а если четыре черезbits од equity смена al мне надо собрать стекло а потом мне надо принять ванну а потом выпей немного молока нет! я стою посреди комнаты раскрыв рот и тяжело дыша кажется я только что испытала смерть как объяснить произошедшее? я не знаю да уж вот так новости ты расскажешь мне или нет? я проиграла? о чем? давай лучше искать ветли ты какая-то странная лучше помогай мне а не болтай и так много приключений перед сном надо поскорее собрать свои мысли в кучу и лечь спать а мысли-то спрятались? честно говоря я не знаю где их искать я тоже значит придется перевернуть все вверх дно и нет еще раз нет если я устрою небольшой беспорядок мне будет очень плохо все вещи должны оставаться на своих местах и не как иначе почему? а нет ты что? пытаешься придумать причину прямо сейчас? я? нет ничего подобного кажется ты забыла поставить свой мысле блог тебе все насквозь видно халка халка нам надо найти крохотных насекомых среди кучи хлама вредов при этом не сдвинув ничего даже на сантиметры да ну и ну у меня есть идея в прошлый раз я была персонажем визуальной новеллы это помогло мне справиться с задачей теперь я хочу быть персонажем квеста знаю что бывают эпизоды когда ты просто смотришь на разные предметы и что-то обязательно происходит здорово а как же те вещи которыми ты пользуешься регулярно их ты тоже отказываешься трогать так даже интереснее это так по детски я знаю что самое классное что этим займешься ты но нет а вот это у меня начинается паника когда нужно выбрать что-то из множества вариантов я буду без конца топтаться на месте и в конечном итоге расплачусь и убегу ты этого хочешь? очень капризная ты ведь уже доказала что способна на самостоятельное решение почему бы не продолжить в том же духе? но уже не будь такой скучный я ведь просто дразнюсь не нужно все заваливать на себя просить помощи это вполне здравое решение давай уже приступать я выхожу в центр комнаты и оглядываюсь по сторонам куда бы я спряталась будь ее маленьким светлячком ах ты чего же интересно от предвкушения на сердце ощутимо теплеет эй что? посмотри вниз я опускаю глаза спустя секунду из под моей кофты вползает маленький комочек тепла и света ух ты ух ты я аккуратно подхватываю светлячка он приятно обжигает пальцы и кладет на плечо прости меня малыш пора домой давай по команде светлячок неспешно поднимается в воздух кружит над головой какое-то время а затем пули залетают прямо мне в ухо щекотно один есть давай искать остальных давай я надеюсь мы найдем светлячков так мы можем выбирать тут очень много всего всего оно что? спит в спальном мешке или что это? зонтик компьютер тут столько всего растений растений светлячок в растениях сидит записки таблетки ой что это? это молоко сколько много пакетов давайте нажмем их нельзя нажать они не нажимаются ладно а это что значит мелко? что это? и что? тут есть что-то что не подсвечено но можно выбрать мне кажется я бы так сделала если в окно это что? я не знаю тут всё светится зеркало не может а если лекарства? я смотрю на много лекарств и голова идёт кругом я не хочу сейчас думать об этом совсем не хочу что с тобой? сегодня я не пропустила курс что за безрассудство? я могла умереть успокойся, ты уже всё исправила да, по твоему приказу всё могло быть гораздо хуже ага я тяжело вдыхаю подхожу ближе и протягиваю руку ух ты, тепло не успели слова вылететь из моего рта как одна из баночек перевернулась и с неё кратом посыпались таблетки а затем светлячок ура сделав пару кругов над моей макушкой он наконец садился на протянутую руку успешно пробежав по ней до плеча светлячок заползает прямо мне в ухо он слегка проясняется ладно, я хочу вот эти записки обычные тетрадные листы приклеены к стене на скотч на них запряжены картинки с цифрами единственная информация о которых я воспринимаю без особых трудностей дозировка и побочные эффекты ага я думала ты знаешь их наизусть да это ведь не твой почерк, верно? конечно же нет обрывистые неровные линии корявые некрасивые цифры не почерк скорее царапины от когтей не не забудь сказать спасибо маме отстань от моего крика листы забеспокоились зажили спустя секунду из-под одного ленива показался светлячок теловито оглянувшись он теловито взборохнул и не менее теловито залетел мне в ухо эй давай искать дальше мы можем закончить поиск либо продолжить а если мы будем все прожимать может это утомит не опускаю глаза нелепый и потрепанный мой школьный рюкзак словно кричит о своей бесполезности он с другого угла похож на набитого брюха его содержимое точно так же переваривается разлагается и превращается в густую кашу классное придумала надо бы запомнить совсем не классно мерзко ужасно а вот и нет мой тебе ответ nice ты смеешься надо мной? обижаешь ведь ты мне как родная я не собираюсь продолжать этот цирк поняла? поняла? в этот раз я не специальна лучше расскажи мне что внутри твоего рюкзака ничего особенного книжки всякие в основном все карандаши и тетради я оттуда вытащила а остальное меня не интересует ты когда-то ходила в школу да? когда ходила отлично провела время ты точно поняла мой вопрос думаешь все в моей жизни должно быть печально и грумо а вот и нет ну ладно ладно что тебе больше всего понравилось? в помещении было очень светло совсем не так как дома и все погоди дай вспомнить кровати были мягкие да и кормили неплохо кроватью в школе между прочим я всегда была на уроках остальные вечно прогуливали ох и досталось же им наверное я слегка улыбаюсь придаваясь теплым воспоминаниям ты ведь так и не закончила школу ага помнишь свой последний день? ага день как день папа забрал меня пораньше объяснил что я уже выросла из школьной программы да я и сама ты понимала уж более простыми были задания потом мы сели в машину поехали домой дома нас встретила мама мы вдвоем поужинали и разошлись по комнатам а что было потом? не помню да и какая разница расскажи еще раз у тебя что с памятью плохо? ну пожалуйста ладно уж в тот день папа забрал меня с учебы пораньше объяснив это тем что мне пора взрослеть не то чтобы я до конца понимала что он имел ввиду так или иначе я не сопротивлялась мы сели в машину и поехали домой дома нас встретила мама мы вдвоем поужинали и разошлись по комнатам довольна расскажи еще раз папа забрал меня из школы селком пока я кусалась и царапалась учителя не вмешивались подобные сцены были для них опытностью мало ли в чем провинилась капризная девчонка затем он затолкал меня в машину и мы молча ехали до самого дома дома нас встретила мама мы вдвоем поужинали и разошлись по комнатам прошу давай не будем об этом больше нет расскажи мне еще раз по пути домой папа купил молоко снова как же я ненавижу молоко мама дома не была снова как же я ненавижу маму что было дальше? вдруг я чувствую чей-то взгляд на своей спине знаю что такие моменты ни в коем случае нельзя игнорировать я дерзко оборачиваюсь но там ничего нет что было дальше? все что было дальше произошло уже после того как случилось кое-что после чего произошло все что было после этого я вновь смотрю на рюкзак свет из окна отражается на мелких металлических деталях а еще он отбрасывает тень значит он реален к несчастью ну и пусть какое мне вообще дело я не пинаю рюкзак порви внезапного гнева но последний момент беру себя в руки если я сдвину его в один сантиметр вся картина развалится и я ослепну сколько раз это уже происходило? не засчитать что значит ослепнешь? мне понадобились месяцы чтобы выучить расположение каждого предмета в комнате именно поэтому я вижу все четко и ясно тебе не понятие посмотри под ноги я опускаю глаза и вижу как со стороны рюкзака ко мне ползет маленько насекомое светится едва-едва и даже взлететь не может по всей видимости этот светлячок очень устал я наклоняюсь чтобы подобрать его от прикосновения светлячок ярко замерцал и вдруг взлетел молодец так держать сделав победный круг по комнате он на большой скорости поднесся в мою сторону я зажмурилась в ожидании того как светлячок залетит мне в ухо так и произошло оказавшись внутри он какое-то время продолжал жужжать у меня в черепе а потом затих этот какой-то грустный интересно почему это не важно главное что теперь он не одинок давай искать дальше можно мусорку выбрать приблизившись к мусорному баку я с любопытством заглядываю внутрь упаковки из-под лекарства тетрадные листы и прочий мусор скука здесь ничего и правильно ни один уважающий себя светлячок не стал бы прятаться в мусорке заглашу еще тут мы все прожимали а если много раз тыкать 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 ничего давайте в растения точно насекомые любят опылять цветы и все типа того я подхожу вплотную к полке с цветами принюхиваюсь от листьев пахнет пылью и картоном и еще смертью ты в курсе что цветы давно высохли? вряд ли мертвый цветок может привлечь насекомое тут выбирать не приходится ты права давай скажем дальше почему бы просто их не выпросить? ты что? ты меня не слушаешь? она не может представлять ничего книжки панка ты что? что это? я нажимаю и двигаю это радио повторяются это радио ничего что там говорят? я не понимаю это радио ой мерзкие звуки какие ладно тут мы все проверили тут больше ничего светится а решетка отсюда так просто не выбраться это мы хотели сбежать да? какие шутные звуки а пока играет мы можем выбирать а зонта веет едва ощутимой прохладой не мудрено ведь только он защищает меня от грозовых туч что иногда собираются под потолком какое счастье, что он справляется с этим даже без моего участия и все же седлячок не станет прятаться в подобном месте иначе он простудится и не сможет летать и ты не хочешь проверить? зачем? я точно знаю здесь мы ничего не найдем тетрадь это моя тетрадь для рисунков половина страниц пустует значит хватит еще на пару лет ты так редко рисуешь почему? разве не очевидно? если закончится страница придется покупать новую тетрадь до канцелярского магазина пешком не добраться придется ехать на автобусе ты вообще представляешь каким кошмаром это может обернуться? так может попросишь маму купить тебе тетрадь? что купить? кого попросить? ты вообще умеешь расставлять акценты в речи? не придуривайся лучше попроси маму купить тебе тетрадь лучше то есть ты просишь от меня совершить сразу несколько действий при этом говори что одно лучше другого тогда зачем мне выполнять то, которое хуже? ты и пару слов связать не можешь как с тобой тяжело тебе не достает чуткости разве это моя вина? я подхожу чуть ближе к тетради переступаю через провода спальный мешок трещины в ламинате и отплески из окна тетрадь лежит на табуретке с высоты моего взгляда кажется, что у табуретки не достает двух ножек опускаюсь на корточки все ножки на месте могу ли я придумать интересную аллегорию? возникло исключение игнорировать игнорировать это исключение позволяю вам продолжить это ведет к дополнительным ошибкам журнал открывает файл в текст это игра или нет? копирует файл для форумов игнорировать игнорировать я поднимаюсь и смотрю на тетрадь в упор листы белоснежно чистые последний рисунок похоронен на предыдущей странице так и должно быть просто вылетела игра только не говорите что у меня не сохранилось я буду в тельде жестко я буду в тельде жестко почему я не могу нажать продолжить почему? почему? я нажала на выигру да ё я проскипала надеюсь сейчас все будет ок мы открыли тетрадь с рисунками все хорошо просто открой глаза ни за что я знаю что ты врешь успокойся нет успокойся нет успокойся нет успокойся нет успокойся ладно я открываю глаза тетрадь распахнута на середине ни рисунков ничего листы по-прежнему чистые померещилось? не знаю померещилось ли? ты же у нас все знаешь вот и скажи мне в следующий раз не закрывай глаза что ты? не успела это говорить как тетрадные листы вновь зажевелились не закрывай глаза не заставляй меня мне же страшно вери мне железь усиливаться листы приподнимаются я могу разглядеть очертания рисунков на предыдущих страницах нет все что было в прошлом должно там и оставаться ты меня не убедила я закрываю глаза слышишь? я закрою глаза сейчас закрою глаза слышишь? смотри смотри между страниц просачивается едва различимый свет с каждым порывом ветра он становится все ярче и ярче светля ветер в миг превращается ветер в миг прекращается на секунду мир погружается в полную тишину но лишь на секунду вечно преследующий меня шум неумолимо заполняет все вокруг но сейчас это не важно боже малыш я так перепугалась в ответ светлячок моргает после чего поднимается воздух и с громким жужжанием влетает мне в ухо какое-то время он ищет подходящее место в моей голове не прекращая жужжать но потом затихает ты как нормально? у нас мало времени давай искать дальше так в компьютер вроде нажимали я смотрю на свой ноутбук из-за того, что я многие годы не прикасалась к нему он покрытся лампой толщиной в палец очень странный предмет я его побаиваюсь почему? это долгая и скучная история вы отлично рассказывали я настаиваю я не помню как он появился в моей комнате наверное кто-то из родителей принес его сюда потому что не нашлось другого места мне не запрещали пользоваться наоборот даже поощряли еще бы я целыми днями безволосно сидела перед экраном игры рисование инженерный калькулятор трехмерное моделирование вакуум столько развлечений у тебя были хобби были до выхода в сети да да представь себе ситуацию ты хомячок что живет под землей хочешь поговорить о чем-то другом? да да все равно вернешься к этой теме в один прекрасный день тебе выкапывают из твоей хомячьей норки и приносят в зоомагазин теперь клетка твой новый дом так это не работает никто из земли не выкапывает хомячков и не приносит в зоомагазин в зоомагазине хомячки изначально там родились алло здесь гораздо удобнее и теплее чем под землей а самое главное здесь у тебя много соседей их клетки точные копии твоей да и сами хомячки как две капли воды похожи на тебя выходят вы ничем друг от друга не отличаетесь кроме того что они были рождены в зоомагазине ты спросишь на что это указывают? а я тебе отвечу да ни на что я забыла о чем шла речь о боже давай начнем заново в этот раз постарайся обойтись без дурацких примеров с хомяками ты знаешь что я не виновата итак у меня было очень много друзей в сети десятки сотни всех не засчитать хотя почему не засчитать? их было ровно 370 317 впрочем никто не считает точно количество хомячков когда заходят в зоом магазин не отвлекайся ах да из 317 друзей 68 увлекались играми прямо как я еще 130 друзей любили рисовать но в точности как я оставшиеся 119 друзей увлекались калькуляторами и трехмерной графикой в равной степени и когда я говорю в равной степени я не имею ввиду по 59,5 друзей с каждой стороны понимаешь? 119 можно разделить пополам без проблем но с друзьями математика работает по-другому ну что за напасть? давай ближе к телу разумеется я знала что настоящих друзей в сети не существует и выключая компьютер я понимала что все мои друзья умирает тот же момент и все же я ни капли не беспокоилась почему? знаешь из чего состоит компьютерная программа? это всего-навсего комбинация чисел значит и мои друзья это числа не находишь это занятным не особо почему ты называешь их друзьями? ну как же все кто разделят мои интересы мои друзья и не важно знают ли они меня и о моем существовании так вот у каждой программы есть определенный алгоритм задача слово математическая формула если решить эту формулу ты точно будешь знать как программа поведет тебя в тот или иной момент чем дальше тем меньше я понимаю о чем ты тебе не нужно что-либо понимать просто слушай я сажусь на пол и экран ноутбука оказывается прямо у меня перед глазами в нем я вижу лишь свое тусклое отражение и больше ничего человек из сети это случайная картинка и случайный набор букв слова и поступки человека из сети это программный код дай мне знать если тебе нужна передышка однажды кое-кто появился с тех пор компьютер все время включен в сети не бывает настоящих друзей в сети не бывает настоящих людей но ему удавалось притворяться в какой-то момент я позволила себя обмануть смотри а? вдруг из вентиляционной решетки ноутбука медленно выбирается светлячок я проклятываю руку тот взбирается на ладонь беспрестанно моргая по-моему он пытается что-то сказать я и сама вижу знать бы что именно похоже на шифр разве тебе не хочется его разгадать? я передумала я ни за что на свете не хочу знать что он пытается сказать после этих слов светлячок на секунду гаснет затем словно придя в себя заграется вновь какое-то время он обдумывает дальнейшие действия после чего поднимается воздух и стремительно залетает ко мне в ухо давай искать дальше а как же твой рассказ? должно быть ты злишься что я прервала тебя извини если ты все сделаешь правильно я закончу рассказ возможно обещаешь? обещаю а если забудешь тогда напомни мне кодовым словом например каким же? потом придумай а сейчас искать моих светлячков тумбочку я посмотрю это вряд ли все ящики на мертво заперт а если? я не хочу даже думать о том что внутри не видишь чего вообразить можно я гляжу на часы время неумолимо движется неудачно уже так поздно устала еще как я демонстративно громко зеваю и утягиваю руки в стороны раз два затем поднимаю их над головой три четыре может небольшая гимнастика поможет неудача неплохая идея помнишь упражнения которыми тебя учили? вроде помню я не уверенно встаю в стойку пятки вместе носки врозь или как там было? ладно пусть что будет засекай пять минут засекла хотя у тебя часы прямо перед носом вообще-то я не могу слишком долго смотреть на стрелки сначала они будто идут в обратном направлении затем и вовсе исчезают это всегда происходит какая-нибудь ерунда в последний раз мне померещилась пара глаз на циферблате а еще когда-то давным-давно мне слышались голоса они будто звали на помощь ерунда сущая ерунда 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 что ты засекла время? боже наконец-то о чем ты? я уже полчаса не могу до тебя достучаться забудь светлячка видишь? нет тогда давай искать дальше шкаф я запрыгиваю голову и чуть не падаю шкаф висит под самым потолком метров сто от пола не меньше издеваешься? это и моя комната но многое здесь предназначено для меня ну и ладно мне вообще плевать да да и еще как вообще все равно я нисколько не переживаю даже самую малость даже крупицу от самой малости даже на одну тысячу процентно не переживаю вот настолько мне все равно эй ты еще до конца не дослушала насколько мне все равно начинай с этой секунды я тебя игнорирую может нет тогда веди себя нормально зеркало 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 чуть-чуть теркается лампы ты серьезно? а что не так? я сама подумаю если бы светлые летят на свет мне кажется они вполне самодостаточны в этом плане если только они целенаправленно не хотят синие самооценку а это что? это это фотографии моих самых счастливых моментов на них ничего нет я так долго смотрела на них что зажгла взглядом теперь они просто закрывают трещины в стенах трещины не важно дальше искать или как будем тут что? петь музыка какая-то тут музыка лучше погода странные звуки конечно так подозрительно балкон открыт вентилятор что смешного? я представила себя светлячком который видит перед собой огромный вентилятор ну и я бы жуть обзавидовалась единственное что не дает ему взлететь это клетка в которой он заперт ну и провод он заключенный в тюрьме если задуматься грустно это все ее все время беспокоит то что она заперта в комнате по всей видимости но тем не менее она боится выходить куда-либо давай искать дальше да что мы еще не посмотрели зубную щетку я обращаю свой взгляд к неприметной полке рядом с зеркалом на ней стоит стакан зубной щеткой рядом висит маленькое полотенце прелесть мои светлые умные хорошие и не станут туда лезть у них есть понятие о личной гигиене ладно давай поищем где-нибудь еще мне кажется я уже все посмотрела это мой спальный мешок мягкий и теплый я уверена что любое живое существо не отказалось чтобы провести в нем минутку другую зарыться поглубже прихватив с собой пару любимых вещей закрыть глаза и ты что уже спишь? я слегка ударяю себя по щекам чтобы прийти в чувство время уже далеко заполночь в обычные дни я уже сплю как убита но сейчас никак нельзя давай искать дальше может кто-то есть нет моим мыслям не свойственно усыплять скорее наоборот они всегда провоцируют бессонницу и сегодня такой день что? здесь искать бессмысленно ладно а еще что я поднимаю глаза высоко высоко к потолку из кондиционера доносится топ множество маленьких лапок ну вот что такое? светляки не дружат с тараканами надо поискать в другом месте боже откуда там тараканы? ты уже забыла? да сама сказала мне представить будто мои мысли это тараканы да но затем они стали светляками но тараканы не могут просто исчезнуть вот они и нашли себе место поняла? поняла мне кажется мы я не хочу больше радио слушать мы с вами абсолютно всё просмотрели тут тоже музыка какая-то да на молоко я не могу нажать значит закончить поиск ты нашла всех светляков здорово вроде бы мысли вроде бы забрались в кучу но что-то всё равно тревожит меня с другой стороны я и не должна радоваться почему так? если я что-то потеряла а потом нашла это просто возврат к началу никаких изменений ноль ни плюс ни минус радость это всегда плюс понимаешь? тебе вредно слишком много думать знаешь ли? мне спать хочется может проведешься перед сном то есть выйдешь на балкон воздухом подышишь что я делаю? что я делаю? почему-то эти слова вызвали у меня приступ паники я неосознанно делаю шаг назад от балкона я думаю что это хорошая идея почему? это может звучать глупо но мне кажется кто-то смотрит на меня ты кому нужна? у меня у меня на пару минут ладно? ладно у меня у меня у меня у меня мой дом похож на бетонный котел вместо копоти на его стенках сотни бетонных и железных коробок в окнах горит свет звучат нераспорчивые голоса оглушающий воет ветер закручиваясь спиралями и разделяясь на сотни цельных потоков по всей видимости для того чтобы быть услышанным каждым жителям дом до чего должно быть тоскливо постоянно жить в тишине странный у тебя дом не находишь раньше из окна был вид на горизонт а дом уходил вправо и влево на многие сотни метров наверное в какой-то момент он замкнулся в кольцо это просто господи по-моему ничего странного я говорю ничего странного как ты себя чувствуешь? я определенно себя чувствую иногда большего и не надо и все же тебе тревожно я права но более того я в ужасе но разве это так заметно? ты смотришь куда угодно но не вверх это я тебе рассказывала верно? о чем? да так пустяки разве могут пустяки вызывать ужас? это сложно писать я взбираюсь на металлические перила и свешиваю ноги вниз один за другим бросаю в бездну короткие взгляды это отвечает мне рассерженным ледяным дыханием так мы и общаемся будто старинные друзья иногда мне кажется что весь мир притворяется ненормальным он будто бы хочет убедить меня в чем-то чего на самом деле нет странно не находишь да но в то же время я даже немного рада этому все вокруг созданное лишь для меня созданное обманывать запутывать сбивать с толку если это правда выходит не такая уж я и сумасшедшая считать это правдой и есть сумасшедшая наверное очередной ураган проносится по стенкам котла разбиваю в пыль стекла изметаю бетонный налет меня он лишь нежно гладит за херошивая волосы я так и не придумала кодовое слово я сама вспоминала о своем обещании значит кодовое слово уже не нужно не люблю когда так происходит хочу вспоминать о некоторых вещах только тогда когда хочется тем не менее ты обещала я сдержу обещание просто имей в виду что за 2 секунды каждое слово будет приносить мне боль я наклоняюсь вниз и мысленно падаю в пропасть ровно 2 минуты до того как я разобьюсь обсуждаем у меня был друг в сети лучший друг даже несмотря на то что его набор букв вместо имени был не самым клювом да и набор пикселей вместо фотографий был скучным и непривлекательным это странно и неправильно нарушать правила нахождения в сети зачем он это сделал может его коде не хватало нескольких строк я не понимаю о чем ты я бы могла рассказать тебе об этих правилах их невозможно нигде отыскать но я умная и сама во всем разобралась однако я не уверена стоит ли их озвучивать почему когда я пытаюсь произнести вслух то что на уме я могу где-то ошибиться одна ошибка и все сказанное дальше полностью противоречит моей мысли и в итоге я сама себя разубеждаю но я этого не хочу по твоей логике лучше никогда рта не открывать конечно это моя мечта не открывать рта не вставать с кровати ничего не видеть и не слышать лишь сны сны ах почему все так ужасно не отвлекайся так что же твой друг друг ах да он и хватило же наглости ну забери мысли в кучу он каким-то образом заставил меня поверить будто он настоящий расписывал мне чудо жизнь в мельчайших подробностях выдавая за свою и разумеется ждал того же от меня но я и рассказала ему все все о себе ничего не утаило я крепко стискиваю зубы ветер нещадно хлещет по лицу разрезает кожу на неровные полосы словно тонкую ткань он знал обо мне больше чем кто-либо в мире и знаешь что он сделал да да натравить на меня сотни ботов должно быть очень весело но главное все от этого только выигрывают они появляются тут и там довольно простой код не требующий особых усилий для выполнения неудивительно что алгоритм присуждает эту модель поведение с большей вероятностью чем прочие из списка генераторы текстов и видеороликов тут же принимаются за работу мое имя всплывает в сети все чаще и чаще это невыносимо невыносимо из-за каждого угла с балконов, крыш, подвалов, стен, потолков я всегда ощущаю пристальные взгляды множества глаз а теперь из экранов я положу этому конец я давно решила хотя возможно я решила сделать это только мое дело наконец обрушиваться на землю разлетаясь словно фарфор на миллионы мелких частиц уже вторая смерть за сегодня мне холодно пойдем внутрь ты опять проиграла? я опять проиграла да? я вернулась в комнату к счастью она совсем не изменилась за те минуты что я была за ее пределами ни секунды не думая я подхожу к ноутбуку и силой вытягиваю кабель из розетки вот и все вот и все вот и все вот и все что будешь делать? что за глупый вопрос? спать? конечно же надеяться что завтра наступит через год или десять представлять бы ты где-то вне своей оболочки и при этом я это все еще я немыслимо как молоко вне пакета и все же и все же и все же чтобы я понимала что ты переживаешь за меня ведь я и так это знаю также я знаю что у нас осталось совсем немного времени ты не станешь пить еще одну таблетку разумеется более того я не стану пить ее и завтра и послезавтра и вообще никогда прощаемся если выходит нет у меня будет еще одна просьба совсем крохотная какая же? я сегодня слишком много наговорила многое хотелось бы навсегда забыть я не виню тебя просто было ли это так необходимо? вот завтра и узнаешь нет я так не усну хорошо что за просьбу? я нервно чешу запястье и прикусываю губу постой ты что боишься мне сказать? да я боюсь что произойдет что-то очень плохое если я скажу я боюсь что из-за того что произойдет что-то плохое произойдет что-то гораздо хуже я поняла я и все же не отстану пока не скажешь зануда нет нет ты нет я неуклюже забираюсь в спальный мешок внизу комнаты очень прохладно и пусть электрический обогреватель работает изо всех сил я тем не менее спешу скорее укутаться мне грустно из-за того что сны больше не приходят ни за что не поверишь как я поначалу справлялась с этим конечно поверю я знаю это была шутка так вот я умывалась чистила зубы ложилась и начинала воображать будто я вижу сон при этом я конечно же совсем не спала и по утру вечно клевала носом в конце я не подниму вон я стала себя странно чувствовать и начала видеть всякое варяющие в воздухе буквы странные силуэты появляющиеся в самых неожиданных местах выпученные глаза с дрожащими бледными зрачками страшно, знаешь ли? однажды я чуть не умерла просто упала посреди комнаты и какое-то время не могла пошевелиться осёла эти буквы и глаза нависли надо мной и осуждающие шипели это было ужасно и заслуженно что ли? я будто была поймана на самой большой мире лыжи да, должно быть так и было после этого я прекратила силуэты, буквы и глаза стали жить тут понравилось видимо вечно ходят со мной по пятам подглядывают а я их побоюсь и не могу даже слово поперёк сказать на сегодня? сегодня? ну? я? ты всё ещё боишься мне сказать? конечно, они же слушают объясни на пальцах ладно я принимаюсь беспорядочно но оттого не менее вы отушевлённо вертеть пальцами выстраивая сложные фигуры ты хочешь, чтобы я рассказала тебе историю перед сном? тихо я что, зря тут стараюсь? тебя ведь услышат расслабься, никто тебя не услышит так что? я без радости, но я совсем не знаю как их рассказывать это очень просто просто говори о чём угодно без остановки звучит нелепо и вовсе нет а ещё бессмысленно что ты вообще понимаешь? достаточно, чтобы понять, что мы лишь пусты и потратим время давай сосредоточимся на чём-нибудь другом действительно важно сколько ты ищи? ладно закрывай глаза я просыпаюсь на деревянной лавке перед глазами узкая и слабо освещенная аллея это более знакомая дорога где же я могла её видеть? ну наконец-то за боку разносится голос я поворачиваюсь и вижу перед собой мальчика с крайне странным выражением лица ты опоздала? а ты кто? мальчик удивлённо моргнул так мы с тобой далеко не уйдём попробуй заново затем он набирает полную грудь воздуха ты опоздала? я непонимающе смотрю на него он непонимающе смотрит на меня я смотрю на него он смотрит на меня искра буря безумия извини мальчик довольно кивнул вот уже лучше именно у тебя есть меня треской звать я оцениваю и оглядываю на лица совсем маленький а уже лезет с такими вопросами не твоё дело и вообще мне кто-нибудь скажет что я тут делаю эй это невежливо будто тут есть кто-то ещё тебе совсем ничего не рассказали вот я всё знаю например о чём? ты обязана проводить меня в магазин после этих слов треска встала в победную позу я щучу ты понимаешь что отказ не принимается многовато я себе возомнила я серьёзно это не мне решать думаешь я в восторге от такой компании? он странный то веселый то грустный то громкий то тихий ненормальный и имя дурацкое мы идём или как? ты иди а мне подумать надо я бы с радостью но только дороги не знаю треска хитро улыбается я с досадой кусаю губы буду с тобой честно ты мне совсем не нравишься в ответ он лишь заливается смехом зато ты мне очень после этого он с уверенностью хватает меня за руку я и рта не успеваю открыть веди дорога до магазина прошла нормально если не считать того что треска шёл заметно быстрее и наоборот какие-то моменты он резко останавливался и начинал идти назад внимательно глядя себе под ноги в итоге дорога заняла гораздо больше времени чем могла бы оказавшись у двери магазина мы видим перед собой вывеску 20 минут магазин закрывается через 20 минут сплеложи кому-то в голову таким образом обозначить часы работы своего магазина наверное у них для этого специальный человек есть каждые 5 минут бегают и меняют табличку удобно? шутишь что ли? да? ну чего же ты надоедливый? всяко лучше чем быть занудой тебе лет сколько? не твое дело а зовут как? не твое дело я уже готова была дать мелкому поганцу под затыльник как вдруг за стеклом появляется шуткого вида человек в руках он держит картонную табличку с надписью до закрытия магазина 15 минут не твое дело пойдем чего стоишь? да в очередной раз проходя мимо длинного ряда с консервными банками мы поняли что заблудились поверить не могу что ты не знаешь где продается молоко я может спросим кого-нибудь? давай эй постой треско отпустил мою руку и уверенно зажигал к одному из немногочисленных посетителей магазина тот стоял спиной к нам что-то сосредоточенно рассматривая на прилавке здрасте можно? последнюю часть вопроса я не расслышала какой ответ на него? но мой непутевый друг внезапно застыл как вкопанный глядя прямо в глаза посетителя магазина я поспешила подойти к ним это ваш? посетитель обратился ко мне в ее голосе явно послышалось отращение а на лице застыла презрительная гримаса если так, будьте добры уберите его подальше извините я хватает резку за руку и спешу везти в сторону тот глядит на посетителя открыв рот и выпучив глаза и дрожит как это понимаешь? я так перепугался он сказал что? нет только не опять внезапно треска завопил как сумасшедший я зажимаю ему рот его лицо горит, а сам он плачет ты можешь вести себя нормально ты не понимаешь? ну конечно что я вообще могу понимать? только приставать к людям это неправильно этого видимо не понимаешь ты ты злая я оттолкнув меня отрезка убежал прочь нет это любовь блин краем глаза я замечаю как работник магазина вешает на дверную табличку вот ты где? я встречаю треску у кассы до этого я успела сбегать в молочный отдел предварительно узнав где он находится и шевелись недовольный голос раздался с конца длинной очереди что образовалось позади трески я протискиваюсь к нему что случилось? мальчик не отвечает смотрит тебе под ноги едва слышно хныкая а кассир коршуном нависает над ним между ними лежит пакет молока это ваш? мой? в следующий раз оставьте его дома люди в очереди согласно кивают оплатите стоимость товара да конечно и сдержку за ожидание что? вы слышали? я слышала но это же неслыханно вдруг треска начинает хихикать и за то что ваш сын тоже заплатит но вы слышали? знаете что? в гневе я бросаю кассиру с мятой купюру гораздо большего номинала чем требовалось даже с учетом всех идиотских надбавок хватаю пакет молока и круто разворачиваюсь мы уводим треска всю дорогу из магазина мы шли молча в какой-то момент мы незаметно для себя свернули вправо и оказались у автозаправки тогда до треска я решила нарушить молчание пишу мороженое нет? ну ладно я смотрю в поникшее лицо мальчика на секунду в его глазах блеснул огонь и тут же показ знаешь он уверенно сворачивает стропы прямо на автомобильную дорогу я провожу его недоуменным взглядом похоже ты мне совсем не помогаешь в глазах трески вновь блестит озорной огонь в глазах трески вновь блестит озорной огонь что это? сон? это был сон? то есть она впервые увидела сон игра завтра с твоим никитой крюковой чтобы вы понимали у меня уже рассвет вышло, солнышко я так полагаю, мы помогли девочке и она впервые увидела сон причем сон как бы себя со стороны потому что в первой части игры которая есть у меня на канале вы можете посмотреть она была на месте этого мальчика вот она увидела сон значит что? она идёт на поправку да? всё верно в этой игре есть несколько концовок я так полагаю но у меня вот такая что ж надеюсь вам понравилось это видео я очень устала читать очень шепотом читать достаточно сложно но надеюсь что вы уже спите либо пока пока Субтитры сделал DimaTorzok так субтитры сделал DimaTorzok